Мобильный телефон стал незаменимым атрибутом современного человека. Данный аксессуар настолько прочно вошел в жизнь каждого из нас, что его неожиданное отсутствие забыли, потеряли, вызывает у людей едва ли не панику. И трудно представить даже, как еще несколько десятков лет назад люди обходились без мобильных телефонов. Здравствуйте! Вы смотрите ток-шоу «Твердый знак» и мы его ведущие Роман Полинсков и я Виктория Новикова. И сегодня в студии мы будем говорить о том, есть ли жизнь без телефона с будущими абитуриентами, учащимися старших классов Республики Татарстан. Да, но прошу заметить, друзья, что сегодня мы будем не только обсуждать эту проблему, но сегодня мы проведем данный эксперимент. Как видите, друзья, в центре нашей студии находится стол, где наши участники выложили свои мобильные телефоны и посмотрим, как они целый час всю нашу программу проведут без них. И у нас, я хочу представить нашу первую героиню, первого, может быть, испытуемого сегодняшнего, это Алсу Вагамова. Алсу, как ты считаешь, у тебя есть зависимость от телефона или нет? Мне кажется, у меня нет зависимости от телефона. Ну, лично мне жить без телефона намного проще. И когда у меня его нету, например, я уезжаю в поход, мне, наоборот, даже легче становится. Потому что нет как бы такого ожидания, что себе кто-то может позвонить или еще что-то неудобный момент. А ты не боишься Алсу выпасть из какого-то информационного потока, упустить что-то важное, что происходит в мире? Ну, по-моему, мне самое важное в жизни происходит действительно со мной, что там какие-то новости постят, еще что-то. Но лично мне это не так сильно интересует, потому что, наверное, процентов 80 именно в соцсетях, в телефоне, они бестолковые и непригодные, ну, как непригодные даже, не нужны нам. Мы просто от них отвлекаемся. А вот если ты отвлеклась на них, ну, все равно можно же, наверное, почерпнуть что-нибудь из всей той информации, которую выкладывают? Так не считаешь? Можно, конечно, я говорю, 80%. Где-то есть там действительно хорошие вещи, которые действительно можно взять себе на заметку. Но полностью посвящать все свободное время именно этому, мне кажется, ну, не очень важно, не очень нужно. Лично вот я загруженный человек, у меня очень много так, мы много чем занимаемся, у меня нет просто времени на это. Мне кажется, если человек занимается чем-то, у него нет на это времени, ему это, в принципе, так сильно не важно и не нужно. Ну, вот скажу, твой телефон всегда с тобой? Не сказать, чтобы всегда. Я могу его забыть дома, например. И для тебя это нормально? Нормально. Никакой паники, ничего, там, конец света не происходит? Не происходит. Если мне нужно позвонить родителям, я могу попросить у друзей. В принципе, телефон, по большому счету, для чего он был создан? Для средств общения. Я, конечно, не могу сказать, что я все время только звоню с него. Я, конечно, так же, как все нормальные люди, заходят в ВКонтакте, еще что-нибудь, да? Но вот большинство я спорю, как средств общения. Ты есть вообще в каких-то соцсетях помимо ВКонтакте? Нет. Даже вот действительно как-то даже, в какой-то степени даже неудобно, можно сказать, например, вот все ребята здесь присутствующие, они сидят в группе WhatsApp, и мне не очень удобно. Ну, тем не менее, я могу позвонить кому-нибудь, это намного удобнее, ты можешь слышать голос этого человека, тебе как-то более приятно с ним общаться. Ну, вот общения, вот, допустим, другие какие-нибудь социальные сети, тот же самый Инстаграм. Отсутствует. У меня только контакт, ни Инстаграм, ни Твиттер. И ты не ловишь вот на себе вот взгляды, допустим, твоих знакомых, твоих друзей, то, что, типа, у тебя Инстаграм есть, давай я твои фотки посмотрю. Ты говоришь, а у меня нет Инстаграма, как так, ты что? Говорят, конечно. И как ты отреагируешь? Они тоже как-то удивляются, как так, ты живешь, вообще ты... Ты современный человек, или нет? Современный человек, да, где ты живешь вообще? Ну, лично я к этому отношусь совершенно спокойно, я говорю, у меня намного больше времени, если даже, если, скажем, у меня был Инстаграм, я бы не смогла с тобой сейчас общаться. Я бы сидела сейчас, лайкала, фоткала, что-нибудь делала, не знаю, что там друзья делают. Я бы с тобой не общалась. Это простой ответ. Хорошо. У нас есть также в студии вторая героиня, которая считает уже, наоборот, телефон неотъемлемой частью себя, Арина Перевезенцева. Арина, скажи, тебя устраивает по факту, что ты, в принципе, уже зависима от телефона? На самом деле, я иногда задумываюсь, нужно ли мне это. И вроде я прихожу к такому выводу, что, по сути, там, ну вот, как Алсо сказала, очень много ненужной информации. Зачем смотреть чужую жизнь, надо ли это? А потом я смотрю на других, и как бы все в телефонах. И, ну вот, как вы сказали, телефон — это наша неотъемлемая часть нашей жизни. Вот. И мне кажется, это уже, наверное, привычка, потому что вот я даже сейчас уже сижу, и мне охота взять мой телефон в руки. Вот. Проверить, что там. Я боюсь, что пропущу что-то, какую-то новость, какое-то важное событие. И, тем не менее, ты хотела бы побороть себе эту зависимость? Ну, возможно, потому что у меня был такой опыт, в принципе. Вот. Я была без телефона два дня, но на самом деле это очень тяжело. Вот. Вроде бы каких-то два дня, в принципе. Ну, я могла звонить, у меня была плюшка обычная, вот. Но не обновляя Инстаграм, Твиттер, я чувствую, что пропускаю что-то. Особенно, когда приходила в школу, и ребята обсуждали какую-то очередную новость, вот. Особенно вот тогда я понимала, что без телефона я не я. А ты во время разговора с кем-то отвлекаешься на телефон? То есть можешь там лазить и, предположим, думать, что одновременно ты слушаешь свою подругу? Да, да, да. И многие психуют и говорят, убери свой телефон, надоело уже лазить в нем, проводишь всю свою жизнь там. И мои родители тоже говорят то, что вот, твоя жизнь — это твой телефон, а не мы, не семья и не друзья. Как бы ты в основном всю свою жизнь проводишь в телефоне. Виртуально. Да. А вот как обычно твой день проходит, зная то, что ты лучший друг — это телефон? Я просыпаюсь, сразу включаю интернет, начинаю обновлять Твиттер, Инстаграм, трачу где-то полчаса своего времени утром на телефон, отвечаю на сообщения, проверяю какие-то новости, смотрю фотографии, которые выложили, а потом только начинаю собираться в школу. На самом деле, если бы я это не делала, я могла бы побольше поспать, но хотя я люблю спать, но я считаю, что это важно. Ну, ты, то есть, уже, получается, осознаешь это, то, что раньше вот у тебя не было такого телефона, у тебя не было толком таких возможностей, ты спокойно там вставала на полчаса позже. Сейчас ты уже осознанно понимаешь, что тебе надо на полчаса раньше встать, чтобы успеть все соцсети обсмотреть, потому что каждый месяц по-любому какая-нибудь новая соцсеть появится, и ты тоже там появишься. Сколько времени у тебя занимает, действительно, собраться в школу? Интересно, вот как бы я крашусь намного меньше, чем я лазаю в своем телефоне. Я уделяю как бы на косметику и макияж меньше времени. Это знаешь, наверное, почему? Потому что одной рукой, ну, что-то удобнее. А, да, и я крашусь, и одновременно я могу еще что-нибудь обновить и проверить, ответить на сообщения. А в школе на уроках вот как? Ну, мне кажется, сейчас все в школе на уроках, ну, отвлекаются очень много на телефоны, вот. Особенно на тех предметов, которые им не нужны или не интересны, вот. Я говорю, у меня сломался телефон, и, то есть, я была без телефона, и на уроках вот я реально сидела и все слушала. Даже на той же физике, химии, информатике, которые, по сути, мне в будущем моей жизни, ну, не пригодятся. Я сидела и вникала, и понимала. А до этого я думала, что это мне вообще не дано. Но, наверное, все-таки из-за того, что вот отвлекаешься на посторонние вещи, вот. В принципе, по сознанию я понимаю, что это, ну, плохо, и лучше уделять время тому, что действительно полезно и нужно. По сути, вот зачем мне эти новости? Сейчас я их узнала, через пять минут я забуду. А какие-то знания, они мне понадобятся и пригодятся на всю мою будущую жизнь, вот. Но, тем не менее, получается, какую часть больше ты относишь, ну, вообще проведение времени в телефоне, развлекательной или познавательной? То есть, вот, как говоришь, там, читаешь какие-то, может быть, новости или книги? Ну, конечно же, у меня в телефоне есть и книги, которые я читаю онлайн, и какие-то новости по поводу ЕГЭ, которые мне, вот, я буду сдавать. Но все-таки большую часть своего времени я провожу именно вот в развлекательных целях там, потому что, вот, как вы сказали уже, появляются каждый день новые-новые приложения какие-то, ну, вот, и люди все узнают о этих приложениях и что-то новое. И, в принципе, допустим, Инстаграм начинает надоедать и запретает, что это новое, и мы начинаем пользоваться этим, то есть, усовершенствование происходит, и все интереснее, интереснее, интереснее. Это как, не знаю, просто ты погружаешься, и я вот серьезно могу сказать, что я уже вот как зависимая. Ну, вот, это плохо, с одной стороны, но отказаться от этого я не могу. Ну, давайте как раз узнаем мнение эксперта. У нас в студии присутствует директор реабилитационного центра «Маяк» Антон Алексеевич Заварцев. Антон Алексеевич, скажите, пожалуйста, ваше мнение вот по поводу двух позиций наших героев. Здравствуйте. Ну, как уже было сказано, что интернет — это неотъемлемая часть нашей жизни, да, и, соответственно, кто как используя, да, множество было изобретений человечества, которые использовались как во благо, так же и во вред, да, там, ну, даже взять те же наркотики, которые были изобретены там в медицинских целях, да, и все мы знаем, что сейчас там они используются там далеко не в медицинских целях, так же и с интернетом. То есть, можно его использовать во благо, а можно его использовать во вред. Если человек там подчерпывает какую-то информацию, которая нужна ему для чего-то, там, для общения, для развития в жизни, конечно, ну, значит, он его использует себе в помощь. То есть, любое дело можно расценить как полезное, а можно как бесполезное. Если человек большую часть времени бесцельно проводит, да, там, бороздя эти просторы интернета, соответственно, ничего и не берет, соответственно, ничего нового не узнает, не развивается, ну, значит, можно сделать вывод, что, в принципе, на пользу ему это не идет. А если не идет на пользу, значит, ну, соответственно, идет во вред. Потому что, ну, человеческая личность имеет такое свойство, если человек что-то делает, развивается, он идет вперед. А если он останавливается, соответственно, наступает деградация, идет откат назад. Человек не узнает новые вещи, человек никак не развивается. И ничего хорошего с ними происходит. Вот девушка Арина, если не ошибаюсь, сказала, что она боится пропустить что-то в жизни. А мне кажется, что ты как раз-таки, когда и сидишь в интернете, ты пропускаешь настоящую жизнь, потому что она же вокруг нас-то и происходит, а не в соцсетях. То есть, ну, тут уже что важнее, да, если тебе важнее интернет, нежели твои близкие, нежели твои друзья, тогда, соответственно, можно такой выбор делать, да. Ну, а если тебе важнее близкие люди, то, мне кажется, надо больше стараться времени проводить с ними, потому что, ну, наступит такой день, когда их не будет рядом, и когда будешь жалеть, да, что ты неотъемлемая часть нашей жизни. 18% пользователей Facebook, вот такую статистику немножко приведу, признали, что они зависимы, а это 250 миллионов людей. То есть, они признали, что у них есть зависимость от этой соцсети, что им охота, да, навязчивое желание посидеть в сети, попереписываться или еще что-то сделать. Это 250 миллионов, это пугающая цифра. Эти люди хотя бы они признают это, и вот то, что она хотя бы признает это, это уже, да, показатель того, что, ну, человек хочет, значит, что-то сделать. Хуже было бы, если бы человек не признавал, ну, отрицание, что нет, проблем у меня нет, у меня все хорошо. А в принципе, да, здесь, ну, понять-то это очень легко. Если, например, жил там Петя или Оля какой-то жизнью, там, занимался спортом, ходил в школу, общался с друзьями, и тут подарили, там, например, компьютер или какой-то гаджет. И постепенно фокус начал смещаться, да, там, меньше стал проводить время с друзьями, там, меньше стал заниматься спортом, там, саморазвитием, меньше стал на улице время проводить, больше стал проводить время в этом гаджет-устройстве. Соответственно, жизнь стала меняться. Жизнь стала меняться и не в лучшую сторону, да, если человек больше времени стал проводить в соцсетях, в интернете, и за счет этого начали страдать другие жизненно важные сферы человека. Чтобы человек развивался полноценно, мы должны поддерживать все свои жизненно важные сферы, там, семейную, здоровье, спорт, финансовую, романтическую. То есть, если одна из сфер начинает страдать, то есть, я больше начинаю, там, работать, начинаю забывать про семью, начинаю забывать про любимую девушку, да, начинаю заниматься, про занятия спортом, соответственно, ну, можно же делать то, что это не идет на вред. Соответственно, надо с этим что-то сделать. Так же и здесь. Есть за и есть против, да, как я уже сказал, можно использовать во благо, можно использовать во вред. Это выбор каждого человека. Анатолий Алексеевич, вы не можете сказать, что в принципе эта зависимость идет как дань современности? Может быть это тоже плохо совсем отказаться от этого? Расскажи пример своей подруге, ты можешь вызвать, которая не использует телефон? Да, у меня есть такая подруга, она учится в параллельном классе, она действительно более верующий такой человек. Она ходит в церковь, она ходит в музыкальную школу, она такой занятой человек. Но она не смотрит телевизор уже как три года и не использует телефон вообще. У нее есть какая-то там, наверное, Nokia, плюшка, как говорит Арина. И все, ей телефон чисто для общения, действительно, как его и создали первоначально. И даже вот я хотела предложить ей сюда прийти на эту программу, пригласить ее, и могла до нее дозвониться. Потому что, ну, не берет она трубку, очень тяжело найти ей телефон, так как она нигде не зарегистрирована. Но нельзя было спросить у друзей ее номер, потому что многие не знают ее номер. Конечно же, это можно сказать, что это и плохо, что человек как бы от этого внешнего мира, да? Но, тем не менее, с ней, когда разговариваешь вживую, это очень интересно. Она общается действительно интересным, различные темы может поддержать. Не знаю, мне с такими людьми намного интереснее общаться. Потому что, действительно, от них какую-то пользу, какую-то новую информацию терпаешь. Действительно интереснее, познавательнее получается. Чем просто разговаривать телефоном, который мне рассказывает про какой-нибудь там бул-бум в новостях. Белое, там, синее платье. И вот все только об этом говорят. Ты уже слушаешь вот это вот, думаешь, что за бред? Можно что-нибудь о новом поговорить, что-то интересное, что-то новое. Это намного интереснее. То есть, как найти эту золотую середину? Ну, я согласен, что люди бывают разные, да? И я думаю, что здесь не зависит от религии, от воспитания, да? Зависит от личностных качеств человека. Кому-то это интересно, кому-то не интересно, да? Например, когда появились первые компьютеры, ну, мне не были они интересны, да? Мне больше интереснее было там погулять на улице, там, пообщаться с друзьями, да? И сейчас, по прошествии какого-то времени, конечно, это все изменилось. Компьютер и интернет помогают в работе, да? Помогают добывать какую-то информацию, да? Ну, опять же, как его использовать? И на самом деле, насколько бы мы не были индивидуальны, наше окружение влияет на нас. То есть, соответственно, если вот, как Арина говорила, что вокруг все, да, лазают в телефоне, да? И сидят, конечно, ну, вот это, грубо говоря, стадные, да, чувства, охота тоже это делать. Но мы же сами создаем себе круг общения, да? Можно пойти в фитнес-клуб, можно пойти в спортзал, где люди занимаются совсем другими вещами. Я думаю, то, что наши ребята в зале хотят что-то сказать, вот, какие у вас отношения с вашими телефонами? Просто по вашим взглядам уже видно, как вы по ним скучаете. Да нет, на самом деле, меня зовут Малахина Светлана, я из города Набережная Челны, 76-я гимназия. А я хотела немножко сказать по поводу того, что говорила Алсу. Она сказала, что люди, которые, вот, не сидят в телефонах, ей намного было интереснее общаться с этой девочкой, чем с теми людьми, которые лазают в телефоне и так далее, и привела пример с платьем. Я не думаю, что, ну, я не разделяю эту точку зрения, потому что какая разница, сидишь ты в интернете или нет. У меня очень много знакомых, которые отличники, медалисты на республику, на страну, и в Америку по обмену ездят учиться, потому что побеждают множество олимпиад. Это очень интересные люди, они, да, сидят в интернете, и это не показатель. Но время не стоит на месте, оно идет дальше, это будет, этого никак нельзя избежать. И просто нам улучшают средства нашего общения, чтобы нам было комфортней, удобней. То есть сейчас я в Казани, а мои дорогие мне люди в челнах, и я могу просто отправлять им фотографии, записывать видео, общаться онлайн. И, ну, для меня это очень важно. Да, мы лазим где-то в интернете, читаем новости, но на самом деле в том же твиттере многие говорят, там ерунда, там какие-то ненужные мысли. Если ты захочешь, ты сможешь извлечь что-то для себя новое. Мне на самом деле очень интересно находить мнение других людей. Иногда я, конечно, с ним не согласна, я могу поспорить, иногда для меня открывают что-то новое. И, ну, наверное, да, правильно вот сказали, что все зависит от личности. То есть каждый сам для себя выбирает, кого читать, что читать, как к этому относиться. Я лежала как-то раз в больнице месяц, там, болела. И, ну, так выходило, что тогда были еще какие-то там экзамены, и ко мне не могли часто ходить друзья. Это очень даже удобно, то, что я переписывалась, и я ничего не упустила. Наоборот, если бы у меня не было интернета, я бы упустила все. А так я знала, что происходит, мне что-то снимали какие-то видео, отправляли фотки. И мне казалось, что вот я рядом с ними, хотя сейчас они не могут ко мне прийти. Здравствуйте, меня зовут Гурбанов Камиль, я учусь в 179-й школе Легорда Казани. Я разделяю мнение Светы, так как человек может быть крайне начитанный, очень умный. Но если он не следит за последними новостями, допустим, в том же гаджете, то с ним в данный момент, может быть, будет и неинтересно говорить, потому что все люди обсуждают одно, и ты хочешь узнать мнение этого человека, а он вообще не знает об этом событии. Иногда это может быть очень странным. Но, в принципе, если говорить о нашем сегодняшнем разговоре, я не разделяю точку зрения ни Арины, ни Алсу. Я не считаю себя зависимым и не считаю, что от телефона можно отказаться в данный момент. Ну, я считаю, что нет смысла в этом. Потому что поддерживать связь со своими друзьями, родителями, это очень удобно в интернете. И, с другой стороны, преувеличивать и уделять этому очень много времени тоже считаю неверно. Ну, сколько в день ты уделяешь вообще времени интернету? Ну, честно говоря, я никогда не замечал этого. Ну, я думаю, по мере важности. Сколько света было за окном, когда ты начал, когда закончил лазить в телефоне? Как проснулся и как заснулся. Было светло, голову с телефона поднял, уже темно. Ну, нет, такого не было. А как было? Как нормальный человек, когда я просыпаюсь, беру свой телефон. Нормальный человек. Это уже считается как нормальный человек. Если человек проснулся, встал, пошел умываться, ты что, больной что ли? Телефон где? Взял телефон, посмотрел. Ну, нет, нет, я сначала умываюсь, завтракаю и потом, конечно же, я проверяю свою ленту новостей, отвечаю на сообщения. И в конце дня я подвожу также итоги, отвечаю на все сообщения, ставю ленту новостей и ложусь спать. Ты завтракаешь, но ты отвечаешь, ты обедаешь, ты отвечаешь, ты ужинаешь, ты отвечаешь, не знаю, ты в душе, ты отвечаешь. Сейчас, знаете, я видела, придумали в шторках прозрачный кармашек, где можно, когда ты принимаешь душ, отвечать на почту, там, влазить в интернете. Меняется ли твое настроение от того, что ты увидел с утра в своей соцсети? Да, конечно. А как оно меняется? Если мне написал человек, от которого я очень давно ждал сообщения, и тем более он написал что-то приятное для меня, конечно, у меня станет, я заряжусь хорошим настроением на целый день, я думаю. А если не написали, а ты ожидал? Ну, я особо не расстроюсь, потому что я знаю, что напишут позже. Или лайков мало поставили? Ой, нет, вот от этого я точно не расстраиваюсь. Извините, а можно вот? Вы говорили по поводу спорта и по поводу того, что надо больше времени уделять спорту, куда-то ходить, чем-то заниматься. Ну, вот, допустим, насчет меня. Я занимаюсь спортом, и как бы другие люди, другие подростки и ребята, наверное, как все замечали, то, что приходят в спортзал и элементарно начинают фотографироваться, чтобы выложить в Инстаграм. На самом деле они, значит, не спортом занимаются, а занимаются фотосессией для Инстаграм. Ну, нет, почему, если ты добился определенных результатов, ты хочешь это зафиксировать? Да, ну, результатов можно добиться только так, как ты занимаешься спортом, да, а не фотографируешься. Ну, конечно, не во время. Ну, значит, надо разделять эти моменты. И вот такие вот случаи по поводу фотографий, это во всех сферах. Грубо говоря, поехали кататься на горных лыжах, надо сфотографироваться, выложить в Инстаграм. Я побывала тут, я покаталась, чтобы все увидели. Ну, опять же, да, если ты все время фотографировалась вместо того, чтобы каталась, да, или ты 20% от времени покаталась и 80% занималась тем, что фотографировалась, да, тогда смысл в таком занятии? Нет, мне кажется, вы слишком преувеличиваете. Я не знаю, как у нее, я просто как пример говорю. Ты хочешь сказать, что сейчас настолько современно, настолько Юлия Цезарь самая настоящая, что она едет на лыжах одновременно? Нет, конечно, после того, как мы покатались. Нет, так и есть, да, я соглашусь, так и есть. То есть я только недавно была вот перед Казанью, ездила в горнолыжный комплекс, и то есть это нормально, что люди едут там с GoPro, снимают видео, так, эй, привет, Перископ, я тут катаюсь, ну, которые хорошо катаются, не так, как я, например. Вот, и они спокойно снимают, и мои друзья, которые хорошо снимают, ну, катаются давно, там, по 6 лет, они снимают то, как я падаю, и это нормально, и там, другим, вот, смотрите, опять она упала. Как бы это нормально, то, что люди могут совмещать два дела, это, я думаю, не очень плохо. Они получают удовольствие от одного и от другого, и вообще не спор. Да, главное, что это приносит удовольствие. А получает ли удовольствие, допустим, человек, который находится на другой стороне? Допустим, вот ты выложил фотку с горнолыжного курорта, человек поймет то, что, типа, вот я могу туда поехать, а ты нет. Опа. И настроение не испортит. А возможно, наоборот. И испортить ему настроение. Так, Инстаграм же для меня, а не для других. Ну, для меня это как альбом. То есть я выкладываю то, что я хочу, на память. Давайте поговорим о воспоминаниях. Нет, ну, как бы, никто не говорит о том, что нужно жить в прошлом. Нужно возвращаться к нему. Помнить те радостные, счастливые моменты, которые мы можем в любой момент зафиксировать на камеру телефона. Если мы будем ходить с простым телефоном, допустим, у которого нет никакого выхода в интернет, специальных функций, то мы не сможем этого себе позволить. А так мы можем близким это ослать, сделать им приятно, каких успехов ты добился, где ты побывал. Это плюс. Вот когда говорила Катя, я привожу сейчас примеры своей жизни. Мы с друзьями очень часто отправляем друг другу фотографии. И, знаете, наступает такая эйфория. Очень на душе тепло. Меня зовут Степаненко Александра. Я тоже из города Набережной Челны. Учу 76 гимназии. На мой взгляд, должен быть какой-то самоконтроль, скорее всего, у человека. Нужно разделять свое время так, чтобы извлекать именно пользу, но не тратить время на пустые просмотры в Инстаграме. Ну, потому что сейчас, на мой взгляд, время — это самый важный ресурс. И если мы будем тратить его на глупости, на бессмысленные такие вещи, то мы просто будем тратить жизнь впустую и не будем продвигаться вперед и развиваться. Ну, допустим, вот я живу за городом, и поэтому мне очень трудно поддерживать общение, ну, каждый раз выезжать, встречаться с друзьями. Поэтому, в основном, я трачу много времени на соцсети, например, ВКонтакте. Ну, примерно сколько? Ну, я просто распределяю время так, что я сначала, допустим, делаю домашнее задание, и когда у меня остается, ну, допустим, полчаса, ну, или перед сном, я просто немного переписываюсь с друзьями, чтобы узнать, как у них дела. Ну, то есть я стараюсь правильно распределять свое время, и также я интернет использую для чтения, потому что там удобно находить нужные тебе произведения, и это очень полезно, мне кажется. Вот, меня зовут Петрова Елеана, я ученица 76-го гимназии города Наберной Челны, и, да, я признаю тот факт, что я зависима от телефона, и мы сейчас уже сидим здесь, и я уже жду, когда я смогу обновить новости. Манят ее, да? Да. Тут еще все айфоны, по-моему, пояснили. Вот, и да, я также начинаю утро с Инстаграма, с Твиттера и трачу время на минут 15-20 на это. Конечно, я иногда сижу и задумываюсь, зачем мне это все, и стараюсь как-то убрать это все, все выключить, удалить пыталась, но все равно я пробовала ставить эксперимент на себе. Да, я продержалась два часа, но все равно для меня два часа это поведа была. Вот, а так, ну, все равно. Я даже иногда ловлю на себя такую мысль, то, что я читаю книгу, и такая, думаю, сейчас дочитаю главу и обновлю Твиттер там, Инстаграм. Вот, настолько, да, я признаю, что ты независима. Нагража такая маленькая. Вот, но, честно, хочется как-то попробовать. Просто я даже иногда думаю, вот, мне будет 40-50, неужели я буду тоже вот так вот сидеть и обновлять все? Все похоже. Вот. Антон, кстати, мы можем какие-то дать советы ребятам? Ну, на самом деле, да, здесь надо смотреть, вот, насколько это мешает мне лично, да, если мне это действительно мешает, и я хочу что-то поменять в своей жизни, тогда, да, соответственно, надо прикладывать какие-то усилия для того, чтобы отказаться от этого. Но прогресс глупо отрицать, да, и человечество на месте не стоит, и не использовать эти технические новинки, да, если они идут во благо, ну, почему бы нет? То есть, ну, я вот слышал здесь разговоры, там, поменять, там, хорошую модель телефона на какую-то блалайку, а смысл? Другое дело, если человек привыкает, там, знакомиться, общаться в соцсети, и тогда у него начинает страдать общение вживую. То есть, ну, вот, многие привыкают знакомиться, там, сайты знакомств, все остальное, но вживую опыта нету, общение вживую, знакомство вживую. Если раньше не было соцсетей, там, с девушкой как познакомиться? Надо было пойти встать, одеться, там, и пойти на дискотеку, да, и там познакомиться с какой-нибудь девушкой. Сейчас там можно зайти в интернет, там, выбрать, там, и начать переписываться. Ну, соответственно, а в жизни-то я не научился этого делать. И придет такой момент, когда мне придется это делать в жизни, а опыта у меня нет. И получается, что там уже дяденька с бородой, с усами, да, общаться там вживую не научился. Может быть, не это поколение, но не дай бог поколение, которое будет младше, которых, извините, им телефоны уже там чуть ли не в детском саду родители покупают. Вот их может ожидать такая участь, что они не будут способны знакомиться привычными? Вполне возможно, тут же все зависит от родителей, да, если ребенок растет и смотрит, что родители в гаджеты постоянно сидят, да, соответственно, и он будет думать, что вот это норма жизни. А если ребенок и растет, и родители ведут активный образ жизни, да, там, футбол, волейбол, спорт, поход, там, не знаю, там, ну, он и будет думать, что вот так надо. То есть эта культура прививается из детства. Ну, я хочу, честно сказать, постоянно в интернете, но я от этого не сильно зависима. У меня всегда, конечно, включен интернет, в любой момент, когда мне пишут, я отвечаю, потому что очень часто просят помощи, что-то скинуть, что-то помочь, ответить, и я всегда, ну, как бы, у меня всегда телефон наготове. А ты можешь быть уверена, что это искренне, вот эти друзья ВКонтакте, да, это искренние люди, которые вот волнуются о тебе, да, которые заботятся о тебе, которые готовы прийти на помощь, или это просто массовка, которая там, ну, находится в большинстве случаев для количества? Нет, я лично знаю этих людей, как бы, это мои близкие друзья, ну, обычно, ну, чужие мне люди, они меня не комментируют, просто лайкают, а близкие друзья, именно с которыми я и вживую общаюсь, которые, ну, и вживую могут сделать мне комплименты, вот, ты сегодня красиво, хорошо выглядишь, они мне и пишут комментарии к фотографиям. Объясните мне, вот, я не совсем заядлый инстаграмщик, во всяком случае, я такой, не считаю, зачем каждому ставить лайк, вы даже на фотографии иногда, вот, не смотрят люди, просто лайкают, лайкают, объясните мне, кто-нибудь, вот, кто зависимый от инстаграма? Ну, да, ну, я замечаю за собой такое-то, что я даже не смотрю фотографию, а просто лайкают, я не знаю, я не знаю, как это объяснить, вот, настолько я зависима. Нет, чтобы сделать приятное, там, у человека просто. Ну, неважно, кого. Некоторым не хочется сделать приятно. Нет, сделать приятное просто электронным сердечком. По мне, так лучше позвонить или что-нибудь, ну, реально написать. Да, более того, сейчас лайки накручивают, чтобы посмотреть. Вот, у меня их 500, все, сердце спокойно, это хорошо. 499 уже, господи, как можно жить. А я бы хотел обратиться сейчас вот к Антону Алексеевичу, подведите, пожалуйста, итог, дайте какие-нибудь советы людям, которые нас смотрят, нашей аудитории, что вообще сделать так, чтобы телефон не становился еще более такой частью нашей жизни. На самом деле, интернет-зависимость – это привычка, да, и если она мешает человеку, можно сделать вывод, что это плохая привычка, да, чтобы избавиться от плохой привычки, что надо сделать? Нужно приобрести хорошую привычку. И, соответственно, хорошая привычка постепенно вытеснет плохую привычку. То есть, если, например, я многое время занимаюсь тем, что бесцельно провожу время в интернете, ну, что я делаю там в каких-то приложениях, да, можно же эти приложения сократить, например. Если уж не все удалить, ну, сократить до минимума, да, составить, ну, не знаю, все распорядок дня, например. Например, подъем, зарядка, обливание, там, ну, это очень, это очень полезно, да, это очень, ну, помогает. Пробежка та же самая, да, телефон дома оставить, там, такие какие-то моменты. Но, опять же, да, это все же индивидуально, кому-то мешает, кому-то нет. И, если, например, есть такие случаи, что, там, еще в 2005 году в Китае умерла девочка, которая, там, долгое время просидела в какой-то онлайн-игре. Ордкрафт, вроде, да, если я не ошибаюсь, и от истощения она просто умерла, да. В Екатеринбурге был такой случай, что молодой человек играл в игрушку, и у него инфаркт, там, да, произошел тоже, вот, летальный исход. То есть, конечно, и такие моменты, они и есть. То есть, девушки, делающие селфи в ванной, тоже такие были случаи. Да, тут, конечно, надо над этим задуматься, надо, там, бить тревогу и что-то с этим делать. А если человеку это, ну, особо-то и не мешает, его все устраивает, ну, почему бы нет? Спасибо. Ну, да. Большое спасибо, Иван Тану Алексеевич. Ну, на этом, друзья, мы заканчиваем нашу программу. Большое спасибо за внимание. Вы смотрели ток-шоу «Твердый знак», и хотелось бы просто всем сказать, что не человек создан для техники, а техника для человека. Да, и теперь, друзья, все вместе, дружно на счет три, встаем и хватаем телефона. Спасибо. 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 Спасибо.